Приветствую всех, кто интересуется методикой преподавания изобразительного искусства в школе. Наша тема сегодняшнего вебинара – это пейзаж, алгоритм изображения. И вот эту тему я буду раскрывать на ОМК «Изобразительное искусство» под редакцией Тамары Яковлевны Шпикаловой, которая выпускается в нашем издательстве, издательстве «Просвещение». Конечно же, хочу напомнить, да я уверена в том, что вы, когда касаетесь этой темы в изобразительном искусстве, доносите до детей такой факт, что пейзаж – это жанр изобразительного искусства, в котором природа и окружающий мир, естественный или, наоборот, преображенный человеком, являются главным содержанием. И в зависимости от главного объекта изображения и характера природы внутри каждого пейзажа, пейзаж разделяется на виды. И вот эти виды я представила здесь перед вами, но как бы самые основные, которые казались бы интересными. Например, индустриальный пейзаж. Есть морской, городской, архитектурный, сельский, лесной, речной. Естественно, что лесной, речной, они могут быть соединены вместе, но всё-таки главным объектом изображения в лесном пейзаже и в речном пейзаже они отделяются друг от друга. И вот я остановилась на индустриальном. Что интересного может быть в содержании индустриального пейзажа? Но это, естественно, стройка, это погрузка, это может быть порт, это может быть дымящиеся трубы, это могут быть подъёмные краны. То есть вот эти явления окружающего мира, созданные человеком, тоже могут быть элементом интереса, элементом образа, идеи, которые можно воплотить в пейзажи. Итак, вот эти все пейзажи не только по видам, но и ещё по своей конструкции тоже разделяются. Ну, например, по линии горизонта, плановости, да, ещё могут разделяться и по структуре композиции. И хотелось бы сказать, что со всеми этими видами и приёмами работы над пейзажем мы можем познакомиться в ОМК «Изобразительное искусство». И с чего мы начинаем эту работу? Естественно, ОМК наполнено иллюстративным материалом. Я неоднократно обращалась к теме иллюстрации, они очень важны. Дело в том, что обучающиеся должны обязательно рассмотреть все те виды пейзажей, все те приёмы изображения академическим ли художником, народным ли мастером, потому что в ОМК Тамарья Клиниш-Пикаловой это соединение народного искусства и профессионального искусства находятся не только в синтезе, но и взаимодействуют друг с другом. Это направлено на умение ребёнка изображать или декоративно, вдруг у него есть такой талант, или наоборот академично, или вот такой у него талант. Может изображать цветом, красками, в живописи, а может изображать графическими материалами. И вот на это всё, конечно же, в ОМК Тамарья Клиниш-Пикаловой обращается внимание. Ну и получается, что сначала обучающийся рассматривает все иллюстрации, а они разнообразные, потому что каждый вид пейзажа, перечисленного на этом слайде, мы, конечно же, встретим в ОМК, листая, рассматривая. А уже потом они знакомятся с секретом изображения. Как это делается? Как? Вот вы знаете, когда я вижу что-то уникальное, у меня действительно возникает первый вопрос, а как это сделано? Я начинаю это рассматривать, и уже вторым вопросом у меня возникает такой, а смогу ли я? Как это сделано? А смогу ли я? И, естественно, когда мы уже со своего уровня образования рассматриваем эти пейзажи, конечно же, мы знаем, как это сделано, какими техниками, какими приёмами работал художник. А вот здесь обучающийся, рассматривая эти пейзажи, рассматривая эти иллюстрации картин художников, уже потом начинают с вашей помощью, естественно, понимать или осваивать те секреты, раскрывать для себя эти секреты изображения. И вот я предлагаю вам сегодня рассмотреть вот эти вещи, вот этот алгоритм работы над пейзажем в УМК Тамаре Яковлевне Шпикаловой. С чего начинается первый класс? Естественно, мы все прекрасно знаем такие принципы изображения, как от пятна и от общего к частному. И вот эти два принципа лежат во главу угла или как бы лежат в основе изображения. И вот первый урок, я люблю всегда приводить пример, вот этот урок, он такой наглядный, где мы можем увидеть, какого цвета осень, с чего начинается знакомство с пейзажем. Конечно же, с цвета. То есть мы видим вот эту особенность осени, мы обращаем детей внимание на эту особенность, что вот она такая разноцветная, эта осень. И что вот с помощью цветового пятна можно создать вот это впечатление, это состояние, эту идею осеннего леса или осеннего состояния природы. То есть, естественно, здесь пока нет разговора о конкретных объектах. Здесь есть общее содержание цвета, что природа имеет цвет. И у каждого времени года свой собственный цвет. И вот мы обращаем внимание детей на изображение осени, на её колорит, на её цветовое содержание. И в первом же уроке обучающиеся знакомятся с тем, что же такое пейзаж. Мы выделяем это определение в рамочку. И вот уже, начиная от пятна, обучающиеся создают вот этот образ осени. И создают, опять же, от пятна композицию пространства и планы. Вот в рабочей тетради, задание есть к третьему уроку, например, «Осенние перемены», пейзаж, композиция, пространство, планы, это считывается обучающимися, потому что авторами дана вот эта направляющая линия на способность изображения, простого изображения, но уже явного пейзажа. Простого, потому что это пятна. Они заполняют пространство неба, они заполняют пространство земли. И вы видите, что это может быть три цвета. Ближний более тёмный, потом средний и дальше светлый. И вот когда есть эти общие пятна, от общего к частному, следуя за тем, вот этим принципом, можно уже мелкими мазками выполнить уже какие-то конкретные изображения дерева. Как нарисовать дерево, обучающиеся уже знают, потому что они в первую же очередь, когда они ещё до школы, что они могли изобразить? Домик и обязательно дерево рядом с домиком. То есть дерево – это первый объект, первый элемент пейзажа, который выполняют обучающиеся. Кто-то с веточками, кто-то с кроной, и ещё самое интересное – уголком солнца. Но вот здесь уже нет вот этой геометрии, нет вот этих ровных линий, нет вот этого углового солнышка. Здесь есть только впечатление от осени, от тех цветовых пятен, от того цветового содержания, с которым знакомятся дети. Но вот следуя природным явлениям и замечая вот эти перемены в окружающем мире, обучающиеся рисуют сначала осень, потому что она очень ярко проявляет себя. Это во-первых. А во-вторых, учебный год начинается именно с этого времени года. И мы понимаем, что работа ведётся от пятна и от общего к частному. То есть это с самого первого урока вот эти принципы обусловливаются для детей, и они продолжают усовершенствоваться на протяжении четырёх лет в начальной школе. А затем уже, когда этот навык, это умение детьми приобретено, уже в основной школе идёт более сложная задача. Но я к этому ещё вернусь. Далее. Далее. Конечно же, если мы говорим о цвете, мы не можем остановиться только на осени, потому что времена года сопровождают ребёнка во всём первом классе. И поэтому цвет, он же разный. У осени он один, у весны он совершенно другой. И вот тот же приём от пятна. Вы видите в рабочей тетради вот это вот пятно, уходящее вдаль речки, которую должны, вот эту композицию, этот пейзаж, должны закончить обучающиеся. И вот рассматривая, какими явлениями и признаками выделяется весна, вот это время года, естественно, создаётся и в соответствии с цветом и композиция. Естественно, много воды, естественно, такие линии деревьев, уже слегка пробуждается зелень. Это тоже можно взять в изображении пейзажа. Вот этот цвет, да, уловить в природе и перенести его на лист бумаги в своей творческой работе. И при этом ещё, когда мы говорим о взаимосвязи профессионального и народного искусства, то, конечно, для обучающихся есть предложение авторов. Вы, если хотите, можете сделать академическое изображение, а если нет, то обратите внимание на волну, то есть изображение воды, какое выполняется в Палихе. Не обязательно этот завиток, не обязательно вот этот весь элемент возьмут дети. может быть они решат, что на реке есть волна, на реке есть ряд. То есть река не такая тихая и спокойная. Они могут перенести некие элементы вот в изображение академического пейзажа. То есть вот всё в этой системе связано с цветом и с приёмами изображения. Итак, весна. Но ведь до весны есть зима. И естественно, вот какими явлениями, какими особенностями выделяется такое время года, как зима. И я всегда говорю, что зима – это графическое время года. Здесь очень хорошо работать с помощью графических материалов. И опять же приём от пятна, он существует. Если мы возьмём с вами мягкий уголь, разотрём пятно, а потом по вот этому пятну выполним силуэты дерева такого, ели, ёлки, берёзы. Или же наоборот, мы возьмём и выполним опять же от пятна, изобразим уже ветви деревьев, более скучно. Да, вот в куче оно имеется в виду. Придавая какой-то контур изображения, если это лиственное дерево. И вот авторами показывается, что зимнее дерево, что зимний пейзаж, пейзажи в графике можно изобразить вот несколькими приёмами. И эти приёмы тоже даются для совершенствования навыка умения изображения прямой линии, волнистой линии, завитками в соответствии с той породой дерева, которую обучающиеся хотят изобразить. И обязательно вот это изображение фиксируется на цветовом фоне, который даётся в рабочей тетради. То есть создать художественное изображение с помощью графических средств и приёмов, с помощью разнообразных штрихов, спиралей, дугообразных линий. Создать образ дерева, ни одного, может быть, несколько, на вот этом фоне. То есть обратите внимание, опять работает этот принцип от пятна, и уже мы слегка добавляем линии. Линии в графическом изображении, вот именно в графике, потому что основные средства выразительности графики, а мы с ними тоже знакомим наших обучающихся, именно в линии, в точке, в пятне. Далее. Во втором классе, то есть вот пятно от общего к частному, мы дали детям эти понятия и сумели с помощью творческих заданий это закрепить в их сознании. То есть вот изображать можно так. Во втором классе уже идёт более научное обоснование построения пейзажа. Здесь включаются уже композиционные схемы. Здесь появляется уже чёткая плановость в изображении. И вот эта плановость, опять же, используется с помощью пятновой живописи, которая строится в трёх диапазонах, я снова повторяю, тёмная, средняя, светлая. И опять же от общего к частному. Как работает вот этот приём здесь? Естественно, что любой пейзаж, который мы выполняем в цвете, начинается от дальнего к ближнему. Верно? То есть мы начинаем с неба, особенно если это техника акварели, когда более светлое пятно может перекрыться только тёмным, а в обратную сторону нельзя, это только гуашь может себе позволить перекрыть тёмное светлым тоном или цветом. И вот мы работаем с обучающимися по схеме, композиционной схеме, а она помогает детям увидеть вот тот настоящий пейзаж за окном или тот настоящий пейзаж в картинах художников. То есть уже глядя на схему, обучающиеся понимают, ага, линия горизонта, где она, вот там, где соединяется небо с землёю. Уже потом на этом фоне соединения начинаются изображения дальних каких-то элементов, дальний лес или какие-то дальние домики. Потом всё ближе, ближе, ближе. И вот это самое ближнее, когда мы тоже это читаем на схемах, становится очень крупным. Вы знаете, и мне понравился один приём, когда говорится о перспективе, о плановости, о том, что ближнее всегда крупнее. Это если подойти к окну и закрыть ладонью ближний дом. Естественно, что дом-то больше, крупнее ладони. Но от того, что ладонь близко к нам, вот этой ладонью мы можем прикрыть этот дом от того, что она ближе и она крупнее, читается, а дом уже становится меньше, потому что он там далеко. Вот такой вот тоже приём работы для детей, чтобы объяснить вот этот приём загораживания или что у нас всё, что находится ближе к нам, оно наоборот крупнее. И потом, как вот эту конструкцию, как вот эту композицию ещё можно прочитать. Если что-то далеко, значит, это на листе выше. А если что-то близко, вот, например, на нижнем ряду схем, второе слева. Посмотрите, одно дерево, да, жёлтое дерево, посмотрите-ка, оно уже изображено ниже в отношении композиции листа. То есть не выше, а ниже. То есть вот уже это тоже читается обучающимися вот по этим схемам. То есть вот это первое линейное изображение, структура, да, композиция, позиция пейзажа, она очень нужна именно на этом этапе. То есть от цвета мы уже переходим к более конкретным решениям. Решениям пейзажа, что линия горизонта, где она и как она может быть, выше, ниже от зрителя. Всё это закладывается с помощью, опять же, иллюстративного материала, объяснения учителя и вот этих наглядных схем, которыми могут воспользоваться обучающиеся при решении своего собственного пейзажа на ту или иную тему. Ещё, и, конечно же, рассматривая всё это, можно сделать общий синтез. То есть из одного пейзажа взять одно, из другого – другое и создать уже свой творческий пейзаж. Далее. И вот здесь, когда мы во втором классе говорим о композиции, о схемах композиционных, здесь уже авторами обязательно включается изображение, то есть техника изображения, как можно выполнить ещё пейзаж. Не только вот тем цветом, да, которым мы работали в первом классе, уже это умеем, но одной техникой пользоваться невозможно, да, её же огромное количество, и она разнообразна. И авторами включается уже в понимание изображения, монотипе, а ещё можно включить и эксперимент со штрихом. Вот когда обучающиеся могут, например, под лист бумаги подложить засушенный листок, а затем сверху мягким графическим материалом сделать вот эту штриховку, то, естественно, вот та фактура листа, она проявится на вашем творческом листе. И уже с помощью вот таких эффектов можно создать свой собственный пейзаж. Это тоже для тех обучающихся, которые, ну, вот не даётся им живопись, не даётся им рисунок, но им тоже нужно иметь какой-то успех в возобразительной деятельности. И вот благодаря таким приёмам, таким нетрадиционным техникам и благодаря вот такому эксперименту у обучающегося получится его собственный пейзаж. И, кстати говоря, что эту технику можно использовать вот со штрихом не только в чёрно-белой гамме, но и можно использовать и в цветной графике, как вот показано на иллюстрации этого слайда. Ну и, естественно, монотипию можно выполнять двумя способами. Первый способ – это оттиск от, например, плёнки, от стекла, от пластика. А ещё можно лист к листу, то есть сложить пополам лист бумаги, верхнюю часть заполнять цветом, а затем делать вот это сложение, чтобы на нижней части был оттиск. И вот этот оттиск хорошо проявляется как образ или отражение в воде. Или это какое-то фронтальное изображение, или изображение в воде. То есть можно по-разному подойти к творческому решению задания, посвящённому, например, технике монотипы и при решении художественной задачи изображения пейзажа. Далее. Третий класс. Вы обращаете внимание на то, что углубляются знания в отношении пейзажа. Пятно, появляются схемы, которые помогают ребёнку строить это изображение. А теперь ещё и получается воздушная перспектива должна лечь в основу изображения пейзажа. А воздушная перспектива – это пространство, это цвет, это объём, глубина, это воздух. Вот всё, что должно быть в пейзаже. И вот в третьем классе появляется вот это пространство, цвет, воздушная перспектива. То есть пространство и цвет влияют на глубину пейзажа. Получается, что пейзаж и перспективу невозможно разделять. Вот невозможно. Для того, чтобы показать пространство. Даже во фронтальном, вот казалось бы, вот таком фронтальном пейзаже есть перспектива. А какая она? Конечно же, воздушная. Её правило. Чем дальше объект, тем менее чётко его видно. Передний план крупнее, я вот приводила примеры, да, и чётче, чем дальний план. Затем, именно воздушная перспектива создаёт вот эту плановость. Вот в пейзаже, да, появляется вот некий глубокий простор, уходящий туда, к линии горизонта. И, конечно же, мы обращаем внимание, вот особенно на этих удивительных произведениях русских художников, как Куинджи и Шишкин, что вот эта воздушная перспектива в этих пейзажах, это такая глубина и простор русской земли. Надо сказать, что не зря авторами называется этот урок «Живописные просторы Родины». Посмотрите, да, вот какая идентичность национальная, да, вот русская народная природа, чем можем мы гордиться, на что мы можем обращать внимание и что мы можем любить. И вот с такой любовью переданы эти пейзажи, вот эта воздушная перспектива, она так ярко выражена в этих картинах, что, на мой взгляд, это легко объяснить обучающимся, потому что они и сами видят, что передний план чёткий, а дальний, наоборот, размытый, прозрачный, покрытый некой дымкой, которая вот теряет вот эти чёткие контуры у тех предметов, которые находятся вдалеке. И, конечно же, здесь авторами сразу же и даётся уровень линии горизонта, что может быть высоким, средним, низким, и плюс ещё перспектива, правила для изображения на плоскости объёмных предметов, уходящих в пространстве, такими, какими мы их видим, в действительности, с изменениями, которые происходят с этими предметами или объектами по мере удаления от зрителя. Итак, вот, да, воздушная перспектива. Я уже говорила о том, что воздушную перспективу, обучающаяся в начальной школе, и авторами даётся, конечно же, в технике акварелия, она называется растяжка, да, и вот эту растяжку можно делать от тёмного к светлому, да, иначе говоря. Конечно, можно и в обратном порядке выполнить эту растяжку, и авторами приводятся два приёма выполнения растяжки. От светлого, с небольшим добавлением одного и того же цвета в акварель, да, до вот этого интенсивного цвета, который находится на первом плане. А можно и наоборот, от интенсивного, тот, что на первом плане, и вот растягивать с добавлением воды уже к небу, да, вот. И вот этот тон, который меняется у цвета, он и даёт нам вот этот плавный переход от тёмного к светлому, и плюс ещё плановость в нашем пейзаже. То есть передний план более интенсивный, насыщенный, средний план уже немного бледный, и уже небо, которое совсем прозрачно, почти бесцветно, но с лёгким оттенком, вот здесь, например, вот этого бирюзового цвета. Дальше и даются задания подберить цветовую гамму картинам, которые ты видишь в учебнике, и попробовать вот выполнить вот эту композицию пейзажа, вот дальние дали, да, от переднего плана туда в глубину к линии горизонта. И оказывается, тональное отношение можно выполнить, и вот эту плановость можно выполнить и в графике. Естественно, с помощью, первое, нажима карандаша, второе, с помощью нанесения штриховки, частая штриховка, потом размеренная, да, вот если смотреть на самый дальний, вот небесный штрих, который выполнен на рисунке. Затем можно использовать разную мягкость карандаша, да, если это мы имеем в виду простой карандаш. Ну и, конечно же, такой прием можно выполнить и другими графическими материалами, более мягкими, чем карандаш. Там углем, пастелью, сангиной, соусом, ну вот чем обычно вы работаете с обучающимися. Тем более, что не только алгоритм выполнения пейзажа, но и еще средства, материалы художественные тоже должны использоваться обучающимися при решении своих творческих задач. А чтобы решить творческую задачу, им нужно об этом знать, какой материал можно использовать. Они должны это попробовать. Вот хорошо, что есть такие упражнения, которые даются авторами. Мы можем обращать внимание детей, экспериментировать, делать какие-то повторы, и тем самым у них получается тренировка, приобретение навыка, а затем умение работать с теми или другими материалами, живописными или графическими. Ну и плюс еще выполнение все законы, все правила изображения пейзажа, те правила, которые заключены в УМК и нами с вами доносятся до детей. Итак, далее. Если мы говорим о том, что, вот вы помните первый слайд, что все виды пейзажа, которые мы приводим и существуют в изобразительном искусстве, обучающиеся знакомятся в период обучения в школе. В начальной школе особенно, а в основной уже на полученные знания накладываются более серьезные умения, и они совершенствуются, эти умения, которые школьники получили в начальных классах. И здесь уже авторами приводится морской пейзаж, как решается линия горизонта и колорит в морском пейзаже. Опять же, приводятся композиционные схемы, с которыми могут работать обучающиеся. и обязательно, конечно же, приводится определение, потому что морской пейзаж иначе называется Марина, и это вид пейзажа, изображающий море, конечно же. А живописец, написавший морской пейзаж, называется маринистом. И, конечно же, как иначе, на произведениях самого известного русского художника, мариниста Ивана Вазовского проходит вот это знакомство обучающихся с понятием морской пейзаж. И затем с помощью вот тех схем они могут построить свою собственную композицию пейзажа и уже сделать в том цвете, который они могут себе представить, рассматривая иллюстрации в учебнике. Далее. Итак, четвёртый класс. Четвёртый класс. Здесь особенность заключается в том, что героем пейзажа, главным героем пейзажа, то есть объектом, может стать не общая масса леса или там дальнего леса, ближнего леса, а одно, например, дерево, одно выразительное дерево, да, и уже приблизить к себе более, да, приблизить к себе в плане изображения вот этот пейзаж, то есть выделить из общего, частное, красоту отдельной ёлки, красоту и форму отдельного дерева, дерева, обратить внимание на ствол, может быть, он очень какой-то удивительный, завораживающий, который хочется изобразить, то есть вот здесь уже большую роль в четвёртом классе имеет крупный план, крупный план одного изображения, хотя это может быть пространство, да, где-то далёкое пространство, там, план, свет, свет и в то же время вот этот образ одного элемента, одного дерева. И если это может быть одно дерево, то почему же не взять, например, одно здание или ещё какой-либо элемент в пейзаже, то есть для обучающихся становится ясным, что в пейзаже можно изобразить не только природный мир, но и, как я сказала, преобразованный человеком, например, пейзаж с красивой лавочкой, пейзаж с красивым фонарём, ну, конечно, вот дерево или красивое какое-то одно здание, да, мы уже переходим к образу города или к архитектурному пейзажу. Вот в четвёртом классе есть такая хитрость, да, и, конечно же, и, конечно же, обязательно уже передаётся цветовая гамма, цветовая гамма состояний в природе, и приводятся палитры, и при этом ещё вот этот близкий план, на который мы можем обратить внимание, передаётся в схемах и воздушной перспективе, вот жирной линией на этих схемах, и изображается вот это место, эта линия, где граничит небо с землёю, и эта линия горизонта, которая или низко, или высоко, в зависимости от нашего с вами состояния или стояния вот на земле, то есть куда мы смотрим, с холма или наоборот с более низкого, спустились с этого холма, да, и смотрим вот на эти просторы. То есть здесь уже соединение цветовой гаммы, настроения, явлений природных в окружающем мире и передача вот своего взгляда, точки зрения с той стороны, которую мы смотрим вот на тот или иной объект. Далее. Если говорить теперь об основной школе, да, об основной школе, композиция пейзажа фронтальная и в перспективе. И, конечно же, вот привожу пример вот этого квадрата, квадрата, который, если мы работали акварелью в начальной школе, да, и растяжку можно сделать акварелью, акварелью с водой, то в основной школе мы можем брать за основу уже технику гуаши. И вот как сделать растяжку техникой гуаши? Конечно, можно сделать от одного тона, перевести, используя белило, да, перевести вот этот плавный переход от тёмного к светлому. Но, вот, глядя на это изображение, на этот квадрат, казалось бы нам с вами, что это просто полоски, да, цветные полоски. Но в то же время они, эти линии, выглядят как пейзаж. И мы видим с вами, что с помощью вот этой воздушной перспективы коричневый цвет может превратиться в зелёный, да, потому что мы слегка в коричневый будем добавлять вот эту синюю дымку и, ну, зелень нашего пространства. А затем средний план, да, зелёный интенсивный меняет свою насыщенность, он становится бледнее и уже потом превращается в синий и голубой, да, вот чуть-чуть выше, чем дальше от нас, да, вот эта воздушная плёнка или воздушная плотность, она вот меняет цвета вот в такие более размытые, более белёсые, да, более такие неяркие, которые находятся там вдалеке. Ну и, конечно же, перспектива линейная и угловая. Вот с этими приёмами работы обучающиеся знакомятся уже в основной школе. И как это происходит? Естественно, что уже появляются объекты архитектуры в пейзаже, так называются темы, которые заключены в УМК. Представлен очень выразительный изобразительный ряд с изображением пейзажей вот именно в линейной или в угловой перспективе. И, конечно же, знакомятся в материале, знакомятся с приёмами изображения линейной перспективы. Она очень важна при изображении пейзажа, да, и есть определённые правила линейной перспективы, которые мне хочется сейчас напомнить, тем более, что вы их прекрасно знаете, но всё-таки, что в линии горизонта точка схода, и к этой точке схода направляются все прямые линии, которые строят наш пейзаж. Например, вот очень ярко выражена вот эта железная дорога, и посмотрите, пожалуйста, повнимательнее на то, что расстояние между шпалами, расстояние между столбами электроэлектрическими или столбами ограждений, расстояние и вот этот ритм меняется, то есть чем дальше, тем ритм становится чаще. Расстояние от одного столба до другого укорачивается, да, это всё приёмы изображения в линейной перспективе, и вот этого пейзажа, который, например, может представлять не вот эту линию железной дороги, а может быть это автомобильная дорога и машины, которые движутся друг за другом сюда, на меня или наоборот от меня, как это изобразить в пейзаже, это может быть вот городской пейзаж, например, улица, уходящая куда-то далеко, туда, в точку схода, то есть показать вот это трёхмерное пространство на двухмерном листе, и, конечно, как это сделать, авторы описывают в содержании ОМК, в содержании этого учебного материала, который существует и заключён в учебнике. Далее, помимо линейной перспективы, конечно же, есть ещё и угловая, потому что если мы знакомим обучающихся с городским пейзажем, да, то как обойтись без угловой перспективы, когда вот дом, он как бы очень красивый дом становится на перекрёстке двух улиц, да, и мы видим угол этого дома, и благодаря тому, что есть определённые приёмы изображения у обучающихся тоже может это получиться. И если мы говорим об архитектурном пейзаже, когда в основу ложится одно какое-либо здание, да, пусть это будет избушка, если мы, например, делаем иллюстрацию какой-либо сказки или какому-то литературному произведению, а может быть это какое-то удивительное здание, которое понравилось обучающимся на улицах их города, и они хотят его тоже изобразить. И вот как его изобразить, да, ой, как нравится, а как это сделать? А делается это так, и вы изображаете приём или правило угловой перспективы. И обучающиеся, конечно, всё получается. Конечно, с вашей помощью, с тем материалом, который вы подготовите к уроку, с тем материалом в учебнике, на который вы обратите внимание обучающихся, всё это, естественно, получится. Но самое главное, что мне хотелось бы сказать, рисуя что-либо в линейной перспективе, мы понимаем, что зритель всегда идёт по той дороге, по той аллее, по той тропинке, которую мы с вами изображаем. И вот нужно, чтобы эта тропинка была яркой, интересной. Вот, линейная, да, перспектива. Например, это будут какие-то очень интересные элементы вдоль дороги. А может быть, это будет что-то интересное, вот такое разнообразное, захватывающее, которое очень важно для созерцания зрителя. Вот чем будет закончена эта точка схода, да, например, каким-то удивительным архитектурным сооружением, памятником или там церковью или каким-то удивительным домом. Там в глубине оно может быть будет не так ярко выражено, но эта дорога ведет нас туда, где очень интересные. И хотелось бы посмотреть на вот ту точку, которой закончена эта дорожка. Ну, не забором же, правда, как бы прекращение. Все, закончилась улица. Нет, вот, чтобы нас влекло, чтобы будило воображение и фантазию. Ну, не только у нас, конечно же, а вот у обучающихся. и это им нужно обязательно сказать, что важно изобразить что-то вдоль дороги, если это идея, или важно изобразить что-то там в конце, если она же другая идея. Это может быть даже дерево какое-то далекое там или восходящее солнце. Ну, то есть, вот все, что угодно, но только интересным, необычным и занимающим, да, вот, и любопытным, чтобы это было вот в конце этого пейзажа. Итак, какие техники предлагаются авторами вот в решении таких пейзажей? Я понимаю, что урок очень короткий, и поэтому нужно применить какую-то более быструю технику. и вот авторы предлагают один прием сочетания акварельной подсветки с графическими материалами при изображении архитектурного пейзажа, там, архитектура города, архитектура села и так далее. И вот есть такой прием сочетания акварельной подсветки и графических материалов, как скетчинг, и сделать цветовые пятна, а потом с помощью гелиевой ручки или там фломастер прорисовать те элементы, на которые мы хотим обратить внимание. Да, там, церквушка за рекой и мостик, фасад красивого здания или, например, что-то при палящем солнце, какая-то необычная улица с разной высотой домов, с разной какой-то конструкцией, с окнами, разными по форме и ритму. То есть вот кирпичная стена, ведь она тоже может быть очень интересна и художественна, если передать ее в пейзажи. То есть обратить внимание, сделать акцент на вот этой кладке, облупившейся стене. Это тоже интересно. Так что у вас большой арсенал в работе, у вас очень много приемов, которые вы можете использовать на страницах УМК. и подытожив, хочу сделать эту линию алгоритма. То есть от цвета цвет, прием от пятна и от общего к частному, затем композиционные схемы, которые даются для обучающихся, чтобы они могли строить свой пейзаж, понимать его конструкцию. Без конструкции никак правила изображения есть. Затем воздушная перспектива, объекты изображения, а затем уже усложнение всего этого алгоритма в основной школе. Изображением отдельных зданий, изображением каких-то элементов зданий и большого пространства сельского или городского. Я желаю вам успеха,